всем привет дорогие друзья вы снова на нашем канале йогер блогер сегодня я вам расскажу такую тему какие будут встречаться сложности у вас на пути при переезде в америку в первые месяцы скорее всего да у кого-то это может продлиться недели у кого-то месяцы у кого-то может быть даже года до из особенно без документов так что поехали это видео я записываю live такое знаете потому что не будет здесь никаких вставок все вставки в инстаграме смотрите времени просто мало вот поэтому давайте начнем я больше даже снимаю 1 потому что муж больше случаев работать я работаю ближе к вечеру так скажем иногда утром иногда вечером поэтому когда успевает это записываю поехали значит первые сложности которые могут встретиться в америке как их преодолеть что вообще делать куда идти в первое время да вот вроде бы вы смотрите этих блогеров уже по тысяче раз вроде бы все понятно все легко но когда вы оказываетесь сами в среде вы не знаете куда деться что делать поэтому сегодня вам расскажу в первый день куда мы сразу с вами идем мы делаем телефон конечно же связь приходите в тимобал либо в какой-то другой да есть разные магазинчики разные штучки заходите делайте мы пошли в тимобал сделали только для меня потому что уже сломан такой был телефон не очень хороший и плюс еще к тому же мы решили пока сделать один телефон и мы сделали связь безлимитную на 40 или на 50 долларов что-то вроде этого да это дороговато но это стоит того лучше сделать связь у вас будет интернет вы будете в любой точке мира любой знаете локации иметь связь иметь интернет это очень важно в первое время поэтому делайте если вам долго там что-то впаривают рассказывают первое время это будет очень сложно что-то понимать что вам говорят просто скажите мне нужен simple мне нужно простой просто безлимитный unlimited и так далее все она если они понимают если не понимают что вы мигранты они не будут на вас зарабатывать деньги знаете как делают это у нас в россии здесь в америке все как бы более-менее чисто и прозрачно они наоборот стараются вам помочь особенно важно найти человека который вот вам откроется и действительно поможет потом мы его нашли ходили к нему чуть ли не каждую неделю спрашивали какие-то вопросы делали второй номер телефона для андрея взяли другой телефон ему и к нему ходили спрашивали почему нам звонят какие-то скам лайкли это вероятно мошенники здесь и кстати очень много поэтому сделали телефон на второй день мы пошли или даже в первый день мы сначала пошли в банков америки а потом сделали телефон в общем идете в банков америки либо честь банк но мне больше нравится банков америки во первых это первый банк да это все-таки американский честь это я не знаю многие говорят что кредитная карточка приходит через полгода других банках тоже говорят что там вообще ни за что не отвечают да то есть это же смотрела блогеров мы сразу решили пойти в банков америки и даже у нас не было документов нам сделали кредитную карточку и дебетовую дебет карту мы сделали как мы сделали не не буду объяснять у меня есть видео на моем канале по этому поводу про кредитную историю про банк что мы сделали один аккаунт на двоих посмотрите у меня видео есть это дальше что нужно сделать там вы подписаться договор мы два часа общались для нас это был шок то что первый день очень много информации еще на английском не было русскоговорящих и мы через раз понимали то я понимал то андрей понимал но как-то дополняли друг друга в общем все получилось единственное карточки конечно не пришли они пришли через месяц но мы уже их заблокировали сделали новый на другой адрес который они пришли там через три-четыре дня буквально то есть они должны приходить через три-четыре дня у нас они почти шли месяц и мы решили заблокировать старые сделали новые уже на другой адрес дальше что еще нужно сделать в первом месте да вот вы например приехали по rb и как мы да вы живете буквально неделю может быть 2 до забронировали живете но не расслабляйтесь не думайте что вот две недели мы отдыхаем ищите работу сразу все ссылки по поводу работы я скинула в инстаграме там прям есть определенной ссылке очень много ссылок до работы много на на самом деле выбрать очень тяжело и они от обычно временные да где-то временно нужен официант где-то время нужен фотограф где-то временно нужен посудомойкой где-то временно нужен там не знаю офис клерк там три раза в неделю по пять часов но это как бы на первое время окей ладно выходите но это не очень серьезно хочется какую-то стабильную работу постоянно мужчины обычно идут в мувинг это очень хорошо оплаченная работа действительно они получают по 200 а то и по 300 долларов за день девушка можно идти официантками помощниками официанток но даже посудомойщиками даже уборщицами хаус киппинг киргиверами очень много работы но не опускайтесь слишком низко да старайтесь может быть до переезда освоить какую-то профессию может быть у вас будет время об этом я сниму отдельное видео что можно сделать до переезда что нужно сделать до переезда если у вас есть время но сегодня говорю о трудностях самые большие трудности это вот эта бюрократическая работа ты вот эти бумажки и английский язык тебя что-то спрашивают говорят и ты иногда не понимаешь такой excuse me excuse me ну старайтесь тогда объяснять это нормально говорите что я только приехал я не очень понимаю давайте поговорим через транслейтера да это это абсолютно нормально у них другой сленг у всех разные сленги у всех разные языки у всех разные это очень сложно первое время поэтому дальше что мы делаем ищем жилье жилье лучше искать конечно же может быть у своих первое время с у вас нет документов если у вас есть друзья какие-то знакомые это очень прекрасно это супер у нас никого не было к сожалению нам никто не смог помочь с жильем мы искали в разных локациях разных районах это было очень сложно и страшно и мы уже думали что ладно останемся может быть санта а не поищем там жилье он там жилье стоило 1600 шикарные апартаменты нам даже такие не нужны и там работы особо не найдешь там испаноговорящие комьюнити как-то сложно вот это внедриться туда и работа как мне показалось там как-то не очень доступно мы поехали в глендейл здесь хотя бы русскоговорящие армяне есть они нам очень помогли подсказали что-то как-то мы сразу поехали жить у румэйтов жили какое-то время может быть больше чуть-чуть месяца до сначала нас до приняли хорошо все прекрасно но будьте аккуратны потому что многие румэйты они к сожалению зарабатывают да таким образом на других румэйтах на новых мигрантов они там ой это сломалось там давайте нам деньги ой вот здесь полы вы испачкали хотя там например мы пылесосили по пять раз за вот этот месте я реально пылесосила раз пять потому что знаете когда там ковер меня сразу это насторожило потому что мне показалось что если там ковер то он очень долго там находится может несколько десятилетий его никто не меняет и там очень много скапливается понятно частичек пыли эпителия но бактерии тоже размножаются не ненавижу ковры поэтому я пылесосила все равно с нас короче мы отдали депозит 800 но пути аккуратны потому что депозиты обычно могут даже не возвращаться то есть вы как новый мигрант еще много чего не знаете но на самом деле депозиты здесь не любят возвращать говорят ой вот это сломалось вот это надо покрасить вот здесь вот то 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 например постельное белье вы не постирались вас вас будут 50 долларов потому что вы его не постирали да а вы например не можете постирать потому что у вас еще нет порошка либо еще какие-то дела либо вы уже переехали в другие апартаменты вы по-человечески хотите там что-то сделать помочь улучшить например я когда приехала там были шкафы ужасно грязные полки просто вот так протираешься черная я вот это все протирала и мне казалось как тут люди вообще до этого жили ну как какие-то такие знаете моменты вроде стараешься там что-то купить докупить и но в итоге получается что люди тебя либо обманывают либо потом уже знаете как-то не очень приятно получилось у нас в общем вот позже расскажу если вам интересно многим не спрашивали что там у вас с дурмейтами что случилось куда жить и но выбирать нужно очень тщательно людей но у нас не особо было много выбора потому что у нас осталось там пару дней нам нужно было выезжать а выезжать было некуда ну мы в принципе благодарны что у нас приняли но не знаю это может быть не стоило тех денег затрат и знаете энергии и и так скажем ну ментальной энергии может быть мы бы просто нашли бы наверное бедный чуть подороже жилье бы и жили бы более спокойно может быть потому что честно признаться мы не ожидали что сначала люди вот так вот с распростертыми объятиями все помогают объясняют чуть ли вас не кормят помогают а потом как-то строят козни какие-то знаете броски такие моменты вас кидают потом вы переезжаете они говорят да нет оставайтесь оставайтесь и говорят что какие-то неприятные вещи об этом я может быть в другом видео расскажу это отдельная тема не очень приятно и мне сейчас не то настроение чтобы об этом рассказывать дальше про жилье окей потом вы найдете документы как только придут все сружи съезжайте с вами это поблагодарить их все и съезжайте свои апартаменты у вас уже есть документы все прекрасно вы можете найти любые апартаменты особенно если есть денежка начинайте уже искать работу когда у вас на счету останется 5000 может быть даже больше если остается меньше то уже надо надо побыстрее искать работу потому что это очень волнительно мы сразу с первого дня искали работу смотрели на сайтах звонили переписывались этом и baby sitter ими и так и так но у меня почему-то до звонили говорили можешь выйти но такой был неудобный график куда-то ехать мы еще без машины вообще неудобно было например меня позвали baby sitter в бурбанк мне сказали до двух ночи я говорю ну блин я без машины я потом не вернусь какие такие моменты то есть сложности были самые большие сложности с машины потому что трудно было найти какую-то машину без лизинга без документов документов нет кто вам машину даст да то есть сразу какие-то моменты на сайтах читайте форумы мы пока без машины мы на автобусе передвигались нам было абсолютно нормально потому что автобусы здесь это единственное средство связи для новых мигрантов даже не метро потому что метро как бы она в центре больше да мы жили так на периферии то там то там но очень удобно на автобусах хотя они долго едут останавливаются на каждых остановках что касается еще жилья дал вас есть документы все у вас есть все вы можете и работу найти сразу мы ждали просто документы вот это самое тяжелое время когда ты ожидаешь документов и тебе нужно найти работу найти жилье карты да уж и как-то пользоваться кредитной истории я рассказала об этом на видео в своем видео что это очень важно кредитная история и что касается жилья тоже когда вам приходят какие-то документы какие-то знаете записочки конвертики на ваш адрес обязательно его сохраняйте эти все конверты с вашим адресом потому что потом вы будете уже доказывать что вы здесь живете вы резидент что к вам приходит уже белый какие-то знаете на ваш адрес чтобы показать в диме чтобы уже делать права и конечно же делайте права мы с первого месяца делали права сдали тест молодцы но потом почти месяц ждем чтобы найти человека который нам поможет расскажет про город поможет нам именно с практикой вот чтобы сдать уже непосредственно на вождение но это такие первые сложности очень было сложно просто вспоминают эти месяцы хорошо что мы были вдвоем что друг друга дополняли какие-то в плане английского в плане знаний в плане информации об этом я сниму видео почему нужно пережать вдвоем еще много аспектов знаете почему нужно переезжать вдвоем а так в первые месяцы было очень сложно страшно непонятно что к чему вроде тебе дают контакты людей на ты даже не знаешь чем обратиться что спросить потому что какие-то глупые мне кажется вопросы да но с другой стороны ты понимаешь что окей я справлюсь сама одну знаю посмотрю но все равно хочется какой-то поддержки какого-то знаете такого сопровождения что ли в америке чтобы вот вас вели и желательно чтобы в правильном направлении вели потому что очень много мошенников каких-то таких спорных вопросов в общем если будут еще вопросы обязательно спрашивайте вот с вами был канал йогер блогер пишите комментарии если вам будет интересно спасибо дорогие друзья за лайки за поддержку так приятно мы только начали канал вы уже нас поддерживаете пишите это так приятно даже не представляете в общем и желаю всем добра счастья чтобы у вас тоже все сложилось наилучшим образом всех целую